Ребята, всем привет! Сегодня похожу по Казахстану. Я знаю, что там сейчас проблемы с интернетом в Казахстане и с мобильной связью, но в любом случае я попробую, потому что сегодняшние события показывают, что это очень важная тема. Пообщаемся, поспрашиваем, чем живут сегодня люди в Казахстане. Для тех, кто не знает, я скажу, что власть в Казахстане вынуждена была пойти на уступки митингующих, а они просили, чтобы цены вернули обратно, потому что на сжиженный газ подняли цены больше, чем в два раза. И людям это не понравилось, и люди вышли на митинг и на протест для того, чтобы сказать свое слово. И после того, как люди это сделали, власть, естественно, пошла на попятную, потому что это народ, а не население, потому что они это говорили твердо и уверенно и свободно. И власть сказала, хорошо, мы опускаем цены, а народ говорит, нет, теперь убирайте правительство. И пошли на это тоже. Убрали правительство, а народ говорит, нам и этого мало. Теперь давайте убирайте президента, и мы хотим, чтобы страна была свободной, мы хотим демократии, мы хотим, чтобы страна двигалась в сторону цивилизации, чтобы люди жили достойно и себя ощущали, что они живут в настоящей достойной стране. А им сказки говорили о том, что вот есть стабильность, ну точно как в России, да, то есть мы стабильные, у нас все хорошо, и по телевидению показывают только самое хорошее. И то есть главные проблемы замалчиваются, скрываются, как витрину показывают что-то одно и показывают, что вот это хорошее, посмотрите, вот такая у нас система хорошая. И тем не менее люди с гражданской позиции прекрасно понимают, что происходит в стране и что это не может так долго продолжаться и что нужно что-то делать. Вот походим сейчас по Казахстану. Поехали. Приветствую. Казахстан? Да. А как так у меня работает, то есть вернее, как так у вас работает интернет? Говорят, что в Казахстане интернет отключили, нет? Отключили, вот я как-то зашел, не знаю. Скажи, пожалуйста, что у вас происходит. Да, нет, я смотрю, что у вас там происходит. Скажите, как вы думаете, что там будет дальше? Как вам кажется? Там никогда ничего не изменится, наверное. Почему? Ну, вообще, сегодня подписали, типа, то, что на 180 дней цена на дизель, на бензин, на газ снизят, короче. На продукты, там, на этики, всякие комуслуги. Ну, смотрите. На полгода, да, можно сказать. Такаев говорит, банды бегают по улицам, да, и так дальше. То есть, это люди радикальные, там, бандиты, и так дальше. Но, тем не менее, вот, выдвигает народ условия ему. И говорят, опускай цены на жиженый газ. Он говорит, хорошо, опускают. То есть, это он с бандитами, так говорит, как он говорит. Они ему говорят, давай убирай, чтобы не было Назарбаева. Он говорит, хорошо. То есть, правительство убирай. Он говорит, хорошо. То есть, сейчас ему говорят уже, и ты уходи тоже. и люди не успокаиваются во всех городах что-то происходит и только в алматы правильно такая сейчас говорить и мы будем жестко будем все но смотрите украины получилось почему у казахстана не может получиться как вам кажется да и украина получилось у киргизии получилось не но в истории было много раз таких ситуаций когда народ и гражданское общество говорили мы хотим что было так власть говорила нет и все равно в конечном итоге получалось так как хочет народ это если народ настоящий а если население просто то тогда она не получается потому что население как правило она аморфная и она не имеет этого стержня а когда есть гражданское общество когда есть стержень у этого общества вот сейчас еще мне очень интересно эта ситуация что нету ни одного вожака да в казахстане то есть которому такая может стать давайте договориться я хочу с вами говорить то получается народ стоит против такая вой группки людей него его окружает у нас таких людей не бывает не плачет всю историю жизни чтоб типа вот только с ним назарбаев назарбаев узурпатор то есть вот он захватил власть стране до столько лет был у власти и вот ему казалось что все это навсегда это вечно и вот я буду так пока всему миру показываешь вот же нас стабильность в стране вот посмотрите у нас же вот так классно все а молодежь говорит нет ребята у нас не стабильности не классов у нас нет свободы у нас нет демократии у нас но у нас есть гражданское общество нас и у нас есть люди которые не будут молчать ну да но как вам кажется вот сегодняшняя молодежь куда она смотрит она смотрит в сторону россии или она смотрит в сторону цивилизованных стран запада там америке европы по-разному нашим наших в россии очень много сейчас статистика показали только там типа за этот год 2 миллиона из миллион в общем разъехались по другим странам естественно люди разъезжаются по другим странам нет хорошей жизни понятно что они хотят уехать потому что им тяжело жить и они хотят чувствовать себя защищеннее и свободней но если сравнивать свободу уровень свободы вот где свободнее как вам кажется в украине или в россии сегодня но блин даже не знаю я и там и там не был и не читал никогда и не смотрел в россии наверное по-любому лучше там в развитии во всем еще россии вот но как же в россии может быть лучше если человек а за то что он выходит и говорит мне не нравится путин оказывается в тюрьме или человека могут просто отравить убить арестовать ни за что свободы нету смотрите вопрос а вы пока вы можете на своем родном языке говорить я вообще сам не казах если честно мы на краском я разговариваю а кто вы по национальности секрет конечно но вы вы выросли и жили всю жизнь в казахстане или вы приехали в казахстан нет выросли всю жизнь у меня и родители здесь как жалко соединилась очень тяжело сейчас найти кого-то из казахстана потому что я нажимаю выбрал у меня выбран казахстан а попадают только на россию то есть мне бросает россию тоже казахстан сейчас у них перебой с интернетом мобильная связь отключена интернет отключена сколько я знаю насколько я смотрел в новостях я эту информацию не проверял не перепроверял поэтому я еще это сделаю но вот судя по тому что я видел и по чат рулетки вот я сейчас казахстан вот я листаю листой только одна россия не попадать этот первый человек наверное за за последних полчаса попался начать буду еще искать здорово привет казахстан я на севере живу западного полушария как там вас казахстане западный алтай западного полушария да да у нас нормально все как у вас там я просто смотрю новости там в казахстане у вас народ вышли на улицу ну а вы на митинге ходите не устраиваются а серьезно ну то что в казахстане там правитель уже столько летом над людьми издевается вас это устраивает просто бессмысленная да вся движуха знаешь почему если ничего не делать это начнешь не изменится люди поделали что толку еще хуже сделали а что они сделали хуже через через величие везде не интернет и связи не будут отключать ну как вам кажется у народа получится что-то в казахстане или нет или ничего не получится ну и здесь шайками мелкими доходить ничего не получается реально восстать но также вот в алматы там десятки тысяч людей выше на улице вот я смотрел по новостям показывали ну очень много людей при все при украшивающих то показывали как солдат с машины снимали забирай лопаты у них там сошли куда у автомобилей дорогу перекрывали или забивали но это не народ обычно да а кто это радикалы не но когда идут какие-то восстания или революции или какие-то митинги то там есть разные люди с разных слоев то есть и люди кому надоело такая жизнь жизнь в рабстве да когда какая-то группка людей захватывает власть и узурпирует ее и потом с народом разговаривать на языке только силы люди говорят мы хотим гражданского общества мы хотим свободы мы хотим демократии хотим жить как цивилизованная страна наслышал про такой персонаж облязов раньше тоже в правительстве у потом он уехал за границу и сейчас живет в европе где-то я туда что-то мутит хочет свернуть назарбаева но сейчас вот как я вижу требования которые выдвигались этими людьми которых такая называют там бандитами да там мы будем Tiny жёстким он же в принципе выполняет условия за условием которое ему выдвигают вот эти люди которых он называть бандитами он их называть бандитами на выполняет их все условия сначала они ему сказали возвращай цену на жирженный газ он это делает потом уговит убирай правительство он тоже это делает аниму теперь сам уходи ну вот здесь у него получился такой ступор он говорит нет теперь я не уйду эти будут будут теперь жестко но он же выполнял требования как он говорит бандитов если он выполнял требование начал понимать что не бандиты никакие а это настоящий народ ну уж и смотрю некоторые с некоторых областей окинуть по своей воде написали рапорта в уволении да я знаю что некоторые переходят на сторону народа именно полиция а вы на казахском можете говорить или нет не только по-русски говорите можете да вот я здесь общался когда с людьми многие не говорят как вам кажется почему они как я родился здесь казахстане я живу в казахстане всю жизнь но я не говорю по-казахски у нас просто делится на север и да я это знаю ту разгляд на городском они в основу с юга и северная вижу русскоязычные они северные но вам не кажется это стран странным но по меньшей мере странно что вот есть страна да есть свой флаг и свой герб а язык в стране не все знают вам не кажется что это специально как-то навязывается и делается для того чтобы вот именно страна не было ну вот такой настоящий суверенной ну пойди вот кто пропагандирует свернуть вашей русский язык таких много водил сам замечал настаивать чтобы все разве на казахском это в основу приезжие их называют уралманы вот уралманами называть то есть вы считаете что в казахстане люди должны говорить все на русском языке да то есть показать не не должны люди говорили ваще красного светское государство имеет право на каждом языке разве нет говорить это это понятно но вам не кажется это странным что люди не знают тот язык в стране в которой они живут вот есть разные страны есть радость на возьмите любую страну в мире да там говорят на топ языке в котором эта страна то есть называется дайсин например страна англоязычная тогда по-английски там говорят люди на разных языках и никто никого за это там не убивает не избивает и так дальше но государственный язык является именно тот язык страна которой является территория то есть хорошо сдать свой язык до казахский например и плюс знать что там русские еще какие-то языки то есть нет же проблем с этим нас тут половина населения все раньше же ссср все разговаривали на русский такого не было раньше не рассказывать чтобы кто-то что-то говорил заказки язык так очень ну потому что советский союз это была тоталитарная система и она так выстраивала все координаты чтобы главное было вот русская да а уже потом все остальные то есть как бы 2 2 сорт получается то есть вот сначала идет русские а поток долго долго никого нет а потом уже все остальные то есть навязывался русский язык и на другие территории то что там жили люди разных национальности если общался вот теперь даже с бурятами говоришь они тоже говорят только по-русски они свой многие из дик не знают свой родной язык а это выстраивалась годами специально какой-то момент исторический терялась это вот связь со своим языком и начинался русский язык который был в принципе навязан вот вам к примеру казашка с россию основать казашками жила родилась в россии ну а как вам кажется что казахстан сегодня он духом близкий к россии или нет да это братские народы хорошо а если вот в казахстане будет ну вот такую за пример украину да что россия начнет вмешаться в дела казахстана начнет вводить там своих зеленых человечек а в захватывать скажем байконур например да скажет там всегда наши жили эта территория всегда наша была вообще казахстана и и кто-то придумал как вот путин говорил что украину ленин придумал то есть он сказки сам придумал самых сочиняется сам в них верит а потом составляет верить в это других людей как будто относиться к россии если он будет то же самое делать казахстане как и в украине даже не могу сказать сложный вопрос ну а вам вообще сама жизнь казахстане нравится вот вы довольны всем я бы вы довольны всем связь плохая вот там есть такие люди в казахстане в принципе то же самое похожее есть и в украине среди некоторых людей то есть такого населения да вот они как а мощная такая энергия она движется просто вот туда-сюда до в одну сторону в другую сторону движется им все равно что происходит и вот назарбаев говорит что у нас все стабильно так же как и путин будет у нас все стабильно только когда он говорит у нас он имеет ввиду у нас то есть у него его окружение вот у них все стабильно и они вот эту стабильности хотят отдать точно так же назарбаев захватил власть находится во власти всю свою жизнь за практически отдать ее не собирается и не хочет но когда это гражданское общество и момент x и народ говорит нет ты не будешь делать так а ты будешь делать так вот тогда все это и То что сейчас происходит В Казахстане Выполняются же условия Для Путина вот это очень важный момент Потому что он никогда не хочет выполнять условия Потому что этим он показывает свою слабость И он понимает что если ты даешь что-то Народ будет хотеть еще большего А это правильно Так строится демократическое общество Демократическое общество всегда строится так Что люди хотят лучшего И это нормально Даже чисто психологически это нормально Потому что человек живет Он хочет, чтобы его дети жили еще лучше, а потом внуки еще лучше. И так должно быть. Если есть гражданское общество, у народа это получается. И люди постепенно-постепенно приходят к тому, что их жизнь постоянно улучшается, а не ухудшается. А в России сегодня идет самое настоящее ухудшение. В Казахстане людей довели до того, что они поняли, что дальше все. И опустили цены обратно. И убрали правительство, ну скажем так, технически убрали, потому что понятно, что это все делается. Но Казахстан сегодня видит ошибки Беларуси. Когда Лукашенко кричал, давайте расходиться, давайте все это будет мирно, и все-все-все-все-все-все. И когда это все стало тихо, он начал защищать все жестко. Пошли аресты, пошли садиться самолеты журналистами и так дальше. То есть эти люди, они всегда знают только один способ. Это жесткость, да, это безжалостность и это быстрота, с которой они это хотят действовать и делать. Поэтому, когда народ уже делает что-то и идет, глядя на то, что они видели раньше, они эти ошибки все учитывают. Причем нету лидеров. Идет народ и не с кем говорить. Потому что такая, хотел бы сейчас с кем-то посадить за стол переговоры, и давайте сейчас будем рассказывать друг другу все. А мы тем самым пока будем подготавливаться, а потом это все будем зачищать. Как это делается в тоталитарных режимах. Ведь никаких других рецептов у них нет. У них всегда один и тот же рецепт. Сначала все это сделать, давайте теперь все это заболтаем, а вот теперь мы начнем действовать жестко. Зачищать все, что происходило, да, защищать всех зачинщиков, защищать всех людей, которые были активны и так дальше. А я вам всем желаю, как всегда, добра, любви, счастья, благополучия, понимания. И мы с вами скоро увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok